На часах 10.30 прием граждан проходит в Большом зале Бобруйского госполкома. Услышать проблемы и помочь горожанам с их решением – приоритет визита. Работает и прямая телефонная линия. На звонки отвечает Сергей Анюховский, член постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам. Обращения граждан, они очень нужны, важны. И я как сенатор, в общем-то, люблю общаться с людьми, потому что узнаешь проблемы те, которые существуют на низах. А те проблемы, которые внизу, они всегда помогают даже в подготовке законопроектов каких-то. Очень часто люди на самом деле видят проблему ту, которую невозможно увидеть сверху. Горожане рассказали о наболевшем. Одни излагали свою проблему четко, другие же в отведенные 15 минут пытались решить сразу все, что накопилось. Из записавшихся шести человек пришли четыре. Просьбы касались раздела имущества, капремонта в старом доме, невыплаченные заработные платы от фирмы, ставшей банкротом, и даже полутораметрового земельного участка. Выслушали и представителей жилищно-коммунального хозяйства, соцзащиты и других служб, после чего многие вопросы стали прозрачными и понятными. Очень хорошо приняли, побеседовали, позадавали очень много вопросов. Те даже, на которые я и не думала, что мне будут такие вопросы задавать. Эти все вопросы в пользу меня. О том, что приезжают вот эти выездные руководители, сверху отправляет наш президент. Это очень хорошо. Они все донесут до президента. Отдельные обращения требовали детального рассмотрения. Их решения были взяты на контроль. Татьяна Рунец пообещала совместно с местными органами власти найти пути решения. Помимо приема граждан, Татьяна Рунец уделила большое внимание культурной жизни Бобруйска. И не мудрено, сенаторно слышана о культовых объектах города. Следующий пункт рабочего визита – старинная синагога. Равин Бобруйска провел экскурсию. Гости увидели молитвенный зал, ковчег для завета, свитки. Действующая синагога – редкость для Беларуси. Сюда постоянно съезжаются туристы. Прямые эфиры в соцсетях из города на Березине собирают тысячи зрителей по всему миру. Я очень рад, что люди приходят, смотрят культуру, смотрят традиции. Развивается момент ознакомления. Это очень важно для человечества, это очень важно для каждого из нас, когда люди видят, как живут в этом стране прекрасно, как традиция здесь сохранилась. С особым трепетом Равин провел экскурсию по еврейскому дворику. Совсем недавно здесь появилась своя «Стена плача». Все записки, оставленные в расчелинах камней, собирают и отвозят прямиком в Иерусалим. Их количество достигает полутысячи штук. Далее в маршруте – Краеведческий музей. Ваш Краеведческий музей меня очень впечатлил. Мне кажется, что я еще раз приеду сюда, чтобы изучить то, что там представлено. Работникам музея большой респект. Финальной точкой визита стал Кожевиный комбинат. Во время экскурсии по цеху сенатор интересовалась количеством работников, экологией производства, спросом на сырье, портфелем заказов. Отметила и плюсы – тесную работу руководства с коллективом, наличие профсоюзов. Татьяна Рунец оценила качество и богатую цветовую гамму готовой продукции. Этот комбинат – это комбинат структуры «Обиллегпрома». Посмотреть, что в них за хозяйственная деятельность, какие пути выхода есть из сложившейся ситуации, проблемные моменты, если есть, то по возможности, конечно, помочь решить. Приезд представителя Совета Республики позволил решить на местах многие вопросы, услышать проблемы, волнующие горожан, ознакомиться с промышленным потенциалом города, найти пути решения, взять на карандаш. Мария Бушкевич, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.